Газовый пистолет Это 6П42 Но тут следует заметить Что это уже не тот Легендарный 6П42 Калибра 7,6 мм 7,62 Который был изначально То есть Плюсом того пистолета было то Что он делался Из Оригинальных боевых образцов Которые переделывались Некоторым образом для стрельбы газовыми патронами Вот этот пистолет Был произведен В 92-м году А, в 96-м году Если мне не изменяет память Именно в 96-м году Началась серия Иш-79-8 Которая Выпускалась под 8-мм Газовый патрон Вот И именно вот этот образец И последующие делались Уже не из боевых А Выпускались изначально Заточенными под газовый патрон Ну естественно На том же самом заводе Наверняка На той же самой Поточной линии То есть Но Боевыми они никогда не были И не будут Вот Ну Внешний вид Как мы видим Тот же самый пистолет Макарова Практически Тот же самый пистолет Макарова Вот Внешне Что касается Внешне Я уже Конкретно с этим пистолетом Я провел небольшой тюнинг Ну Так называемый тюнинг Что поменял Рукоять Накладку рукояти Она изначально была Такая же Ну Похожая на эту Только пластиковая Здесь еще была Надпись Байкал Вот здесь По моему Сделана в России Вот Выглядела она Примерно Вот таким образом Вот Я поменял ее На оригинальную ПМовскую Из Материала Который называется Бакелит Вот такого Оригинального цвета Красно-коричневого Бордового Спусковую скобу Тоже поменял Изначально На Пистолетах Иш-79-8 Она Была Ровная Вот такая Вот Я ее заменил На Оригинальную Так называемую Фигурную Фрезерованную Такую Как стоят На оригинальных Боевых образцах Ну Также Изменением Подвергся Зип Так называемый Это Предохранитель Точнее Флажок Предохранителя Изначально Он был Вот таким Поменял его На оригинальный Красно-коричневый И Немножко Другой формы Такая же Как Стоит На пистолетах Макарова Ну Также Курок Заменил На Форма У него Одинаковая Просто цвет Оригинальный Цвет Красно-коричневый Бордовый И Затворная Задержка Изначально Она была Уже Нового образца Штампованная Как на современных МР-654 И На более поздних Выпусках Пистолетов Макарова Но Так как Оригинальная Именно вот такая Так называемая Дута Вот Я поменял ее На дуту Вот Что еще было Заменено Конечно По хорошим Былам Вот этот Зуб Выбрасывателя Он по идее Тоже должен быть Красно-коричневым Или бордовым У меня такое чувство Что Когда-то Он именно таким И был Но со временем Этот Цвет Немножко Подстерся И он Уже Имеет Вид Практически Такой же Как и Как и Основной Ну Цвет Основного Воронения Пистолета Но Найти Красно-коричневый Зуб Выбрасывателя На Иш-79-8 Достаточно Проблематично Потому что Сам зуб У него Рассчитан На 9-мм А 8-мм Патрон А он Немножко Меньше Сам зуб Длиннее То есть Ну Пока Мне не удалось Его разыскать Можно В принципе Поменять Спусковой Крючок Также На красно-коричневый На оригинальный Вот Ну Это все Никак Руки Не дойдут Ну Это что Касается Его Внешнего Вида То есть Ну Опять же Заметим Что В оригинальном Пистолете Макарова Продолжаем Разговор Так вот Изначально На оригинальном Пистолете Макарова Вся рамка Должна была быть Тоже Полированная И Заворонена Вот Как на вот Этом участке Где есть Номер И год выпуска Но Уже на Выпусках Пистолетов Иш-79-8 Рамка Здесь То ли Пискоструйная То ли Что-то в этом Роде Ну в общем Она Не полированная И Как таковая Не воронена То есть Это тоже Создает Такой внешний Эффект Не очень Приглядный Ну в принципе В любой Оружейной Мастерской Могут Это сделать Главное Чтобы сохранился Номер Обязательно Потому что Он же записан В разрешении Вот Ну в принципе Что касается Внешней А вот Вот еще Момент Верхняя Антибликовая Полосочка Вот она Вот это Она Немного Шире Чем на Пистолетах Пневматических МР654К Но тем не менее Не такая Широкая Как на Оригинальном Пистолете Макара Вот Ну Как бы Это тоже В своем Роде Некоторый Внешний Вид Ну для Знатоков Конечно Но Портит Вот Значит Ну Это как бы Относится Больше К чисто Эстетам Вот Что касается Внутри Внутри Это тот же самый Ну Также Хочу заметить Сразу же О том Что Принципы работы Да То есть Работа предохранителя Всего ударно-спускового Механизма Вообще Стрельбы То есть Осталась Та же самая Неизменная Как и в пистолете Макарова Здесь в большинстве Своем Сейчас я Разберу и покажу Здесь в принципе Используются Практически Все те же самые Детали Что и в пистолете Макарова То есть Это тоже Существенный плюс Владения Подобным оружием Потому что Если вдруг Ну Когда Если вдруг Такое происходит Что-нибудь Ломается Или еще Что-то в этом роде Вы всегда Можете найти Необходимое Количество Запасных частей Вот Ну Так же Скажу Что Пистолет Восьми Миллиметровый Магазин Вмещает В себя Девять Патронов Против Штатных Восьми У пистолета Макарова Значит Выглядит Все это Вот таким Образом Патрончики Маленькие В магазине Немножко Гуляют Это Очень сильно Сказывается На работе Самого Пистолета Но Об этом Я расскажу Чуть позже Продолжаем Внешний И внутренний Осмотр Пистолета Разборка Та же самая Что и в пистолете Макарова Значит Что сделано Было Внутри Ну Во-первых Внутри В пистолете Отсутствуют В затворе Отсутствуют Практически Все антисрывные Гребни То есть Один Вот в этом месте Вот здесь Где такая Сейчас выемка Вот Вот в этом месте Как раз Место выемки Должна быть Небольшая Такая Бабышечка Которая В случае Если вдруг При выстреле Затвор Пистолета Срывается С рамки Эта Бабышечка Направит Его вверх Вот Чтобы он Не влетел В голову Стрелка Ушел куда-нибудь Вверх Ну Вот здесь Также Отсутствуют Все антисрывные Гребни Здесь И вот здесь Здесь пусто Вот Далее Гребни Отсутствуют Здесь И Очень Очень Сильно Профрезеровано По бокам От Подающей Личины Затвора То есть И канала Где проходит Ударник Очень сильно Вот здесь Профрезеровано То есть Все это В сумме Все это В сумме Весь этот Деактив Который Здесь проведен Рассчитан На то Чтобы Ну Рассчитан На невозможность Использования Переделки Использования Вот в этом Пистолете Штатного Боевого Патрона ПМ С большой Энергетикой То есть Также Вот здесь Сверху Над каналом Ударника Сделано Глухое Отверстие Вот Которое Проходит Практически На всю Длину То есть Рассчитано На то Чтобы Тоже Ослабить Вот эту Вот часть Чтобы При попытке Выстрелить Каким-нибудь Мощным Боевым Патроном Все это Просто Развалилось Или разорвалось Вот Значит Еще Вот Внешний Вид Очень Сильно Портит Отсутствие Бороды То есть Так называемой Бороды На самом деле Это такая Часть Вот здесь Она На оригинальном Боевом Пистолете Макарова Она Значительно Массивнее Потому Как Вот Эта Часть Вот Этой Частью Он Бьется Об Пусковую Скобу И Она Должна Быть Ну Несколько Массивнее И мощнее Чтобы Выдерживать Эти удары С Энергетикой Боевого Патрона Здесь Как бы Этого Нет Здесь Есть Так Называем Небольшая Бороденка Вот Практически Такая Как И На Пистолетах МР 654 К Вот Это Все Что Касается Затвора Пистолета Вот Переходим К рамке Пистолета Деактив Здесь Ну Сразу Бросается В глаза То Что Вот Эта Часть Крепления Ствола К рамке Она Очень Сильно Осваблена Осваблена Вот Этим Сверлением Вот Этим Сверлением Ну Теоретически Тут Наверное Должен Находиться Штифт Который Будет Крепить Ствол Для невозможности Его выпрессовывать Вот отсюда То есть Вот отсюда Туда Но Здесь его почему-то Нет Честно говоря Не я его отсюда Удалял Он мне таким Уже достался Ну И так же Мы видим Вот здесь Очень сильно Профрезерована Вот здесь Вот Так называемая Серьга Вот это место Крепления Ухо Крепления Ствола К Затворной Раме Называется В народе Серьга Вот Она Здесь Очень Сильно Профрезерована И ослаблена Вот этими Двумя Отверстиями Профрезерована Также С двух Боков Отсюда И отсюда Вот Сам Ствол Ствол Здесь Вот имеет Вот такой Вот Внешний Вид Самое Главное Что он Значительно Тоньше Чем Оригинальный Ствол Боевого Пистолета Макарова Ну и Соответственно Тоньше Чем Ствол На пистолете 6П42 То есть Ранние Выпуски Газовых ПМ Он Здесь Толщиной Чуть Более 10 Миллиметров Вот Вот Эта Толщина У него Чуть Более 10 Миллиметров Где-то 10 И 25 Сотых Или Что-то В этом Роде Но При Этом При этом Вот это Отверстие Затворное Раме Да Откуда В принципе Сам Ствол Выходит Оно Такое же Как и На Оригинальных Боевых Пистолетах Макарова И вот Чтобы Не Происходило Вот Таких Досадных Неожиданностей Вот Сейчас Вот 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 Таких Так Что же Такое В конце Почему Там Нет Без Пружин Не Залазить Не Знаю Почему Так Вот Вот Здесь Чтобы Он Вот Так Не Гулял Вот Так Потому Как Ствол Тонкий А Отверстие В Затворной Раме Большое На Пружине Используется Такая Вот Себе Вставочка Вот С Вот Наружным Диаметром Вставочки Такой Как У Диаметра Отверстия На Затворной Раме А Внутренний Диаметр Этой Вставочки Такой Как На Такой же Как И на Стволе Пистолета То есть И в сумме Они Дают Эффект Вот Такой Вот Эту Вставочку Здесь Даже Видно И Затворная Рама По Стволу Ходит Достаточно Удобно И без Бетонимого Проблем Вот То есть В принципе Я видел На одном Из интернет Ресурсов Продавалась Ее Можно И заказать Втулка Ну Втулка Это Подразумевает Внутренняя Насадка На ствол Которая Ставится Вот здесь На ствол Поверх Нее Одевается Пружина Оригинального Пистолета Макарова Или Какого Нибудь Из Разновидностей Их Подтравматический Патрон Не такого Мощного Вот И эта Втулочка Такая Насадочка Она Создает Эффект Того Что Здесь Вот Она Еще Здесь Немножко Выходит Она Создает Эффект Того Что Здесь Все Такой Нормальный Полноценный Ствол Кстати Если Вот Здесь Более Менее Видно Еще Здесь Есть Втулка Сепаратор Вот Они Я Сейчас Как раз И расскажу Значит Так же Разбираем Внутреннее Устройство Ствола Какое Диактив Диактив Так называемый Диактив Ствола Он Выполнен Как Вот Здесь Сразу За Патронником Есть Такое Конусное Сужение Вот С небольшим Дроссельным Отверстием Которое Сразу Переходит В Вставочку Винтового Сепаратора То есть Такую Пластиночку Которая Немножко Закручена По стволу Все Это Сделано Для Ну Первое Это основное Это естественно Диактив Да Нет Нет Прямого Канала Да Через Который Можно Выстрелить Там Дробиной Или Каким-нибудь Метательным Снарядом То есть Это Исключает Эту Возможность И второе Вот этот Винтовой Сепаратор И Конусное Сужение С маленьким Дроссельным Отверстием Создают Внутри Как бы Такую Они Как это Сказать Удачнее Большую Такую Концентрацию Струи Которая Будет Выходить Вот отсюда Струи Газов Поражающих Которая Будет Выходить Отсюда Теоретически Гораздо Более Направленно А не Разлетиться Облаком Сразу После Среза Канала Ствола Вот Ну В принципе Больше Как бы Никаких Таких Особенных Изменений Рамка Не подвергалась Все То же Самое Ударно-спусковой Механизм Шитала Тяги Боевая Пружина Которая Ну Расположена Внутри Не буду Снимать Накладку Рукоят То есть Здесь В принципе Все осталось Точно Так же Как и было Вот Теперь Что касается Что касается Магазин Магазин Оригинальный ПМовский Использовать Нельзя Почему В принципе Он-то сюда Влезет Станет Как родной Ну естественно Родной пистолет Макарова Вот Но Так как Пистолете Используются Патроны Калибра 8 мм А они Маленькие И коротенькие Вот Они просто Не держатся В Они просто Не держатся В оригинальном Магазине Пистолета Макарова А здесь Вот У меня есть Еще один Магазин А здесь Вот эти Вот Так называемые Ушки Магазина Они Немножко Более Загнуты Вот И благодаря Чему Патроны Держиваются В них Нормально Вот То есть В принципе Можно Использовать Их И Вот эти Магазины Можно Использовать И в Их Там Более Травматических Версиях 9 мм То есть 9 мм Патрон Сюда Без проблем Становится А вот Наоборот 8 мм В 9 мм Магазин Уже не становится Не держится Вот То есть Вот Для сравнения Могу показать Вот это Стандартный Холостой 9 мм Патрон А вот Это Стандартный Холостой 8 мм То есть Вы сами Видите Насколько Он Меньше И тоньше Вот И именно Поэтому У этого Пистолета Существуют Серьезные Проблемы Потому Что Он Изначально Заточен Под Патрон 9 мм То есть Все допуски Которые В принципе Особо И не Менялись Да То есть Горки Подачи Там И всего Остального Заточены Под Патрон Калибра 9 мм А вот Такой 8 мм Патрон Он Что В магазине То есть Обратите Внимание В магазине Как они Располагаются Вот Этот Вообще Немножечко Торчит Они Могут Там Немножко Гулять Право Лево Они Могут Видите Как Неровно Вот Да И здесь Сколько Свободного Места То есть При подаче Патрона Достаточно Часто Происходит Такая Вещь Как Утыкание Патрона Куда Нибудь Вот сюда Вот В эту Сторону То есть Его чуть Чуть Подклинивает Или Из-за Того Что Он Здесь Вот Так Гуляет Право Лево Патрон Может Перекосить На Куда Нибудь Вот Сюда Или Вот Сюда Такие Случа К сожалению Очень Часто Бывают Надежность То есть Некоторая Там Полировка Удаление Заусенец Может Быть Немножко Подрезать Пружину Подавателя Магазина Может Быть Частично Избавит От этих Проблем Но Полностью К сожалению В этом Пистолете Этих Проблем Не Избавится Да Вот Это Существенный Конечно Минус Ну Который В общем-то По идее Компенсируется Тем Что Это Этот пистолет Это практически Для Незнатоков Это точная Копия Боевого Пистолета Макарова То есть Он очень удобный Ну как бы Исторически Так сложилось Да Что он Нам Очень близкий Вот Достаточно Удобно Сидит в руке Он небольшой Не очень тяжелый Полностью Изготовлен Из Оружейной Стали То есть Если вдруг Ну я вот этот Ронял уже Несколько раз На асфальт В принципе Ничего плохого Не происходит Ничего нигде Не ломается Ничего нигде Не лопается Разве что Если его ронить Можно его Немножко поцарапать Эту царапину Можно удалить Потом наждачной бумагой Заново переворони Пистолет Вот Или Самое страшное Что может произойти Это лопнет Бакелитовая рукоять Это да От удара Она может Лопнуть Ну если Например Уранить Какие-нибудь Сплавные Газовые Или Резинострельные Пистолеты Он может Просто лопнуть У него Может лопнуть Рамка У него Может лопнуть Затворная Рама То есть Это Как бы Тоже Существенный Плюс Этого Пистолета Потому что Он полностью Изготовлен Из оружейной Стали То есть Можно Просто Извините Меня наверняка Поймут Владельцы И любители Оружия То есть Им можно Просто Иногда Поиграться Подержать Его в руке Ну естественно Конечно Перед этим Убедившись Что Пистолет Полностью Разряжен Убедившись Ничего нет Вообще Играться Лучше Без магазина Чтобы Чтобы Ничего страшного С ним Не произойдет Вы можете Вот такие Циклы Клацания И еще Чего В этом Вроде Проводить Десятки Тысяч Раз Ничего Нигде Не сработает Ничего Нигде Все Так же Останется Каким Было Достался Мне Этот Пистолет Уже Не Новым Я Покупал По Переоформлению Другого Человека Откуда Он у него Появился Я не знаю Вполне Возможно Он тоже Покупал В магазине Новым Ничего Страшного Пистолет Работает Вот Ничего Страшного С ним Не происходит Вот Ну На этом В принципе Все Что я Хотел Рассказать Об этом Конкретно Пистолете Подписывайтесь На канал Если Вдруг У вас Возникнут Какие Нибудь Вопросы По Поводу Этого Пистолета Патронов К нему Или Еще Чего Нибудь В этом Роде Задавайте В комментариях Я постараюсь Им ответить На этом Я прощаюсь С вами Всего доброго